Опасно или какое лучшее решение? Иди сразу или тогда отзыва? Когда рука вниз, он бьет ножом. Отсюда. Помните, мы вчера сделали эти техники и эти? В этих техниках будет крайне. Они небезопасны для вас. Но когда я смог схватить вот так, и моя рука здесь, если есть курсы, есть монет на шею. Если он тащит руку на себя, я просто пойду с ним. Отсюда колени, голова, вкусы. Делаю простые вещи. Если вы отпустите руку и начинаете с ним бороться, получите ножом опять. После всех этих лет тренировок, вот где проблема. Если он бьет меня кулаком в лицо, я выживу. Но если он два-три раза ножом с ним бороться, будет серьезная проблема. Соходите на механику. Когда он бьет меня, я буду снимать в начале движения, когда он поднимает руку. Это должен быть удар в подбородок, в горло. Если вы видите внимательно, я не блокирую близко к ножу. Я блокирую между предплечьем и суставом. Я блокирую чуть-чуть перенаправляю. Это очень сильный удар в лицо. Не гарантирую, что его остановит. Вырубит. Рука, предплечье скользит. Если я останусь так, он может меня достать. Когда это происходит, я съезжаю вниз. Конечно, все говорят, он вас порежет. Но у всех здесь, кроме очень маленького качества, есть сложность. Если вы в курточке, в одежде, да, вас порежет. Я не Бог. Я обычный человек. Это единственный способ минимизировать вообще. Отсюда обычная хравмага. Что мы делаем сейчас? Мы отрабатываем момент. Мы тренируем глаза и мозги. Когда он начинает движение, я взрываюсь. Взрываюсь двумя ногами вперед. На улице вы должны помнить, что вы не будете стоять. В боевой стоите. Никогда. Вы будете разговаривать по телефону. Разговаривать с кем-то, курить сигарету. С кем-то здоровым. И делаете обычные, повседневные вещи. Вы не параноид. Я не хожу по улице. Я не хожу по улице. Невозможно. Поэтому, когда мы делаем обычные вещи, это происходит. Это самооборона. Если кто-то достает нож издалека, можно приготовиться. Вы не видите, что влетит. У меня есть видео реальных. Происходит в миллисекундах. Поэтому мы сейчас две вещи нарабатываем. Это мой сигнал, потому что надо действовать. Сравним это с вождением автомобиля. Большинство здесь водят машину, да? Когда вы идете в машину, и мяч качется по... Какой наш первый ответ? Остановить машину. Почему мы останавливаемся? Мы знаем, что ребенок может выбрать. Нам нужно думать об этом. Я вижу мяч, я торможу, потому что знаю, что будет ребенок. Когда я вижу этот язык тела, он очкоряется, чтобы получить энергию. Это то же самое, что он... Если я не заставлю его остановить, будет столкновение. Если вы видите мяч, вы видите мяч, но не обращаете внимания. Идет ребенок. Вы тормозите, но уже поздно. Вы собьете ребенка. То же самое с рукой и с ножом. Он начинает, я опоздал. Я так много раз говорю. Многие из нас могут делать с самого... в медленных условиях, в лабораторных ходах. Но если я сейчас отгоню до 60 км в час, как машина, гораздо тяжелее остановить эту кинетическую энергию, да? Даже когда мы тормозим машину, все равно двигаемся. Это физика. То же самое с людьми. Он начинает. Он начинает. Он начинает. Я заблокировал, а все равно. Не возможно. Большая масса. Пройдется через обзор. Но надо поймать его. Растягиваюсь. И потом что-то делать. Что мы сейчас будем делать? Наблюдайте за этим действием. Левая рука. Правая рука. И когда вам комфортно, идем на вторую стадию. Он знает технику. Но я мотивирован. Я пытаюсь забрать руку с ножа. Это просто как в боксинге. Один, один, один. 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 Это хорошо, да? Надо идти вперед все время. Окей? Тейт партнер. Мы фокусируем на этом. Я помогу всем. Поехали. Поехали.